Детское радио представляет сериал Новые приключения Веснушки и Кипитоши Кипитош, ты знаешь, я себя сегодня как-то странно чувствую Никак не пойму, в чем дело Как говорят, будто душа не на месте С чего бы это? Ой, ну, я не знаю Может, съела что-нибудь несвежее? Давай я тебе чайку покрепче приготовлю Очень благотворно действует при разных желудочных хворях Да нет, Кипитоша, с желудком у меня все в порядке Да и по-другому не может быть Мама очень хорошо готовит, все свежее Сердце у меня не на месте, понимаешь? О, сердце? Сердце-то серьезно Может быть, это, я тебе какой-нибудь сердечный сбор заварю? Тут в посылке от бабушки медной кастрюли есть всякие лечебные травки Да нет же, Кипитоша, ну как ты не поймешь? У меня ничего не болит Просто неуютно как-то Ага, веснушечка Мне что-то это не нравится Очень похоже на симптомы одного нехорошего явления Нечистая совесть называется Со мной такое было Ух, как я намаялся, даже вспоминать не хочется Ну, давай, выкладывай, что у тебя стряслось Отчего тебя так совесть гложет? Ой, Кипитоша, тебя не обманешь Я-то думала, сейчас ты мне быстренько какое-то лекарство посоветуешь Я его проглочу и успокоюсь А нет, ты меня раскусил А что, так видно, что меня совесть гложет? Конечно Вон, смотри Она уже твой правый тапочек проглотила Сейчас за левый возьмется Ой! Да я пошутил, ты что? Ты б себя со стороны видела Сидишь, как в воду опущенная Ну ладно, что там у тебя? Ну ты ж помнишь Вовку из моего класса? Мы с ним дружим Так вот, на днях он затеял в классе драку с другими мальчишками Представляешь, такое было! От сорванец! И что, серьезная драка вышла? А из-за чего подрались? Надеюсь, не из-за тебя? Да нет, не из-за меня А драка серьезная была Стул сломали, стекло разбили Тысячу синяков друг другу понаставили А все потому, что Вовка предложил стенка на стенку силами помериться Ну, как раньше на Руси принято было Вот умник выискался Как раньше на Руси Хей! Чтоб другое повторить попробовал, а то драку Вечно его на приключения рискованные тянет Ну, а ты-то тут при чем? Так вот, после этой драки Меня классная руководительница вызвала и спросила Веснушка, кто эту драку затеял? Я знаю, что ты честная девочка Ты меня обманывать не будешь И ты ей все выложила Я правильную мысль понял? И теперь ты сомневаешься в том, правильно ли ты сделала И что о тебе подумает твой товарищ Вовка И чувствуешь, что совесть твоя нечиста Так? Да, Кипитоша, так и есть Я теперь уже во всем сомневаюсь Сначала мне показалось, что это как-то не очень правильно Выдавать друзей Ну, правда же? Это как-то неправильно Вовка же считает меня надежным другом Он рассчитывает на меня И я тоже на него рассчитываю Что же это будет, если мы при каждом удобном случае Будем друг друга выдавать? Да, вот так история Ну, конечно, мне кажется, это не очень правильно Выдавать Вовку, не по-дружески Но, с другой стороны Яснушка, если бы ты не рассказала правду То получается... То получается, что я бы обманула свою учительницу А она не просто учительница А еще, к тому же, моя классная руководительница И просто взрослый человек А обманывать взрослых нельзя Это тоже некрасиво И тут ты права Твоя мама всегда говорит Лучше горькая правда, чем сладкая ложь И бабушка моя медная кастрюля Часто в детстве мне это повторяла Вот, но самое страшное Что я сделала все это как бы из-под тишка Ведь как я подошла к учительнице Никто не видел Как мы разговаривали, и никто не слышал И теперь все в классе думают друг на друга И многие даже уже поссорились Мальчишки из-за этого чуть было опять не подрались Но уже не в шутку, а по-настоящему Я вот подумал Ну, сказала ты учительнице, кто драку затеял Ну, поругали его Ну, в дневник записали Ну и что? На самом деле, никакой катастрофы ведь не случилось А то, что все в классе перессорились Так ты тут при чем? Значит, не такой уж и дружный класс у вас При чем тут твоя совесть? Как при чем? Я разве не сказала, что родителей всех драчунов В школу теперь вызывают К директору А родителей Вовки будут платить за испорченный стул И разбитое стекло Представляешь, каково Вовке сейчас? Его даже на улицу гулять не пускают Он под домашним арестом И в этом виновата только я Да Наверное, тяжело с таким грузом на совести жить Хотя, знаешь, давай посмотрим на это происшествие по другим углам Вовка реально же затеял этот кулачный бой, так? Так Он действительно вовлек в него других мальчишек, так? Так Он поломал стул, расколотил стекло, так С какой стати тебе его выгораживать? Хм Действительно, Кипитоша Я об этом как-то не подумала Разве Вовка не знал, что драка это всегда плохо И последствия после нее бывают весьма плачевными? Знал Но все равно хрикнул Эй, пацаны, кто на нас? И понеслось Так что он сам виноват во всем, что с ним случилось Ты это имел в виду, Кипитоша? Ну Вроде того Ну как Что говорит теперь твоя совесть, а? Отпустила? Молчит совесть Но что-то мне и не стало легче Все равно Муторно как-то на душе Может, для нее другие аргументы поискать стоит, а? Например Если бы я наврала учительниц То тогда вся эта история могла бы закончиться плохо не для Вовки и его компанией А для меня, да? Точно И так как все тайное все равно рано или поздно становится явным Твой обман вскрылся бы И тогда это не Вовке А тебе сделали бы неприятную запись в дневнике А может и родителей вызвали бы И сказали бы им А ваша веснушка врет Ужас! Кипитоша, у меня аж мурашки по коже Я же не вру Я всегда говорю правду Моя мама очень расстроилась бы И папа Да и что я выгораживала бы Массовую драку Было бы ради чего врать Отлично Слушай, веснушка Когда вырастешь, я советую тебе поступить в институт на юридический факультет Из тебя получится хороший адвокат Он какой-то пламенный трибун То кто? Какой еще трибун? Так называли выдающихся ораторов Которые могут убедить любого в чем угодно Но поверила тебе наша главная слушательница Твоя совесть? Ай, не знаю, Кипитоша Ну, на секундочку Мне показалось, что да Моя совесть успокоилась А теперь я думаю, что ошиблась Слушай, я подумала А может совесть можно чем-нибудь это умаслить? Загладить? Ну, приглушить? Чтобы она никак-никак не давала о себе знать Ну, я, конечно, понимаю Что это субстанция нематериальная Но вдруг можно, а? Не знаешь? Насколько я знаю, Веснушка С совестью договориться невозможно Разве что только ее совсем нет У человека Или чайника Ну, тогда и договариваться не с кем Но у нормальных людей она есть И призвана напоминать Что в любой ситуации нужно вести себя по-человечески В том-то и дело Вроде бы мы с тобой все правильно говорим И аргументы у нас веские А все равно Остается ощущение Что что-то тут не так Да-да Получается, мы не с твоей совестью Пытаемся договориться А сами с собой И не совесть стараемся обмануть А себя Так что же делать-то, а? Чтобы вылечить тебя от мук совести Ах, ты знаешь Я, наверное, сейчас позвоню Вовке И во всем ему признаюсь Не могу больше Алло, Вовка? Привет, это Веснушка Я звоню, потому что меня совесть замучила Это я рассказала нашей классной Что драка стенка на стенку Это твоя идея Я не могла соврать Я никогда не обманываю Ну и извини Если теперь у тебя из-за меня неприятности И я пойму Если ты больше не станешь со мной дружить Что? Правда? Конечно, Вовка Спасибо тебе Ну что, все обошлось? Как Вовка-то отреагировал? Ой, что с тобой? Ты зачем на пол села? Ой, Кипитоша Ты себе не представляешь Наконец-то меня отпустила Совесть меня больше не гложет Мне так легко Да, с чистой-то совестью Всегда легко Я это знал Просто хотел, чтобы ты сама почувствовала Вот и подыграл тебе Так что Вовка сказал? Кипитоша Какой ты жестокий А я и не знала А Вовка сказал Что он и так понимал Что ему влетит Вне зависимости от того Сказала я учительнице или нет А если бы я не сказала То он все равно признался бы сам Чтоб других не подставлять И зла он на тебя не держит Так ведь? Ведь это он сам поставил тебя В такую невыносимую ситуацию Выбирать между дружбой и правдой Так вы все еще друзья, да? И ты больше никогда не будешь Пытаться договориться со своей совестью Конечно, друзья И, конечно, я никогда больше не буду Испытывать свою совесть Ой, ну вот Теперь можно и чаю И без всяких лечебных добавок Хе-хе-хе Новые приключения Веснушки И кипитоши Продолжение следует